Разговор о наболевшем. Жанна Белоская провела прием по личным вопросам. За сутки до этого Сергей Белкей порекомендовал ноябрьским единороссам встречаться с людьми чаще. Лично побеседовать с главой городской администрации на сей раз пришли пять человек. О каких проблемах говорили, знает Кирилл Мигель. Как показывает практика, за помощью главе администрации люди обращаются только в особых случаях. Ольга Харламова не исключение. Она, трое ее ребятишек и муж ютятся в крохотной комнате в общежитии, а к тому же в аварийном. И вот у нас первоклассник пошел в первый класс. И сейчас вот ждем со дня на день уже пополнение. Некуда даже кроватку поставить. Конечно, говорит Жанна Белоская, помочь всем и сразу, как бы того ни хотелось, невозможно физически. Но работа в этом направлении ведется. Людей из ветхого жилья или тех, кому квадратных метров недостаточно, а они полагаются по закону, переселяют. Пример того – Гульнара Ибатова. В августе прошлого года женщина, к слову, тоже многодетная мать, подала документы на улучшение жилищных условий, а уже в декабре въехала в новую просторную квартиру. На прием счастливая обладательница новых апартаментов пришла специально поблагодарить главу и специалистов МГДИ. Программа у них работает по многодетным семьям. Мы получили жилье. И я, конечно, очень довольна. В этот раз попасть на прием к Жанне Белоской смогли пять человек. Но на самом деле желающих решить свои проблемы напрямую через главу города больше в десятки раз. Чтобы сделать это смогли все желающие, в администрации внедрили новую форму работы с населением – тематические приемы. На них приглашаются несколько десятков человек со схожими вопросами. Приемы вот эти дают возможность услышать проблемы друг друга, каждого, да, и порой в процессе, например, обсуждения вопроса, который задает кто-то, решаются вопросы, то есть человек понимает, на что он может уже рассчитывать. Кроме того, совсем не обязательно задавать вопрос Жанне Александровне лично, ведь в ее команде работают семь заместителей и готовы проконсультировать по своим направлениям всех обратившихся. Кирилл Мигель, Виталий Харченко, новости нашего города.